Всем привет! Меня зовут Катерина Матвеева и я расскажу все о самых актуальных событиях СМИ Владивостока и Приморского края. 8 марта женщин принято удивлять. Вот и сотрудники радио Лема совместно с ГИБДД по Приморскому краю решили побаловать наших автомобилисток. Дорогие девушки, поздравляем вас с восьмым, с вашим днем. Да стой, не трогай меня, так. Иди убирай свою говарь с крыльца. С крыльца убирай. Что такое сурать? Иди убирай. Иди давай. Девушки останавливались с серьезным видом и совсем не подозревали о праздничной акции. Сотрудник ДПС с охапкой РОС однозначно вызывал удивление. Между тем, акция «Весенний патруль» проводится уже третий год подряд. Ведь подарков много не бывает. Я бы сказала так. Не дорог подарок, а дорого внимания. И оценивать, сколько бы я готова была подарок, это как бы с учетом того, что если я хочу делать подарок, я повторяюсь, я бы сделала его таким, чтобы было человеку приятно. А если человек оценивает, насколько дорог подарок, а не мое внимание, то тогда это не человек не должен понимать, подарок расценивать, то есть как внимание, которое дороже моего какого-то дружеского отношения. Очень приятно и неожиданно. Первый раз вот на такую акцию попадаю, всегда интересно было смотреть. Ну, приятно от мужчин подарки получать. Дальше от вечников. Ну, так видите, я сразу за сумкой документы пыталась достать. Вот, поэтому приятно очень, спасибо. Просто знаю, что цветы дали, ну, весьма марш, поэтому, что они постоянно каждый год такое проходят. Ну, сначала не ожидала, потом увидела, что он отвернулся и догадалась уже. Ой, очень приятно, спасибо большое. Вообще здорово. На заправке печеньки дарят, на дороге цветы. Замечательный праздник, спасибо большое. За поведением девушек инспекторы следят уже много лет. Знают, кого остановить и даже по свету фар могут определить нарушителя. Гаишники уверяют, во Владивостоке много опытных автомобилисток, а красивых еще больше. Мы останавливаем водительность, поздравляем их с 8 марта, желаем всего хорошего и дарим цветы. Запасных дорог, чтобы не было никаких дорожных происшествий, ну, и чтобы соблюдали правила дорожного движения. Неукоснительно. А мартовскую эстафету подхватывает журнал «Сады и огороды». Оказывается, в первый весенний месяц, кроме Международного Женского Дня, есть еще один праздник, и называется он «Дачный бум». Все, кто любит покопаться в земле и наслаждаться плодами собственных трудов, приглашается 24 марта в «Седанка Сити». Организаторы подготовили богатую программу на основе чего бы вы думали – тыквы. Потому что тыква – это такой овощ, который сохраняется еще до конца весны, можно сказать, чуть ли не до самого лета, есть некоторые сорта и вид тыквы, которые хранятся вообще по три года. Поэтому есть еще возможность и угостить наших участников праздника, потому что у нас будет дегустация из тыквенного сока, из каких-то сладостей из тыквы. У нас будет мастер-класс по декорированию тыквы, у нас будут даже картины, живопись, самое настоящее. Помимо тыквенного вернисажа гостей ждут конкурсы и мастер-классы. Особо интересующиеся смогут задать юристам вопросы по омежеванию земельных участков или расспросить специалистов о правилах покупки саженцев. В общем, узнать во всех подробностях секреты дачного дела. Причем совершенно бесплатно. Это моя дача. Не стойте, умоляю вас, рабочие услышат. Пускай все слышат, это моя дача. Числится вашей. Но строится на мои деньги. 2018 год станет для 8 канала юбилейным. Мы отметим пятилетие. Надо написать так. Поздравляю с днем рождения. Желаю счастья в личной жизни. Здорово. С 1 апреля 2013 года логотип в виде римской пятерки и вантов знаменитого моста, а вместе это стилизованная восьмерка, стал привычным для зрителей Приморья. Все эти годы мы снимали самые важные события жизни города и края. Рассказывали об интересных людях, знаковых персонах и достопримечательностях. У нас есть достаточно большой серьезный отклик от наших телезрителей, что не может не радовать. Для нас это очень важно. У нас есть и новые проекты очень интересные. За 5 лет их было немало. Это были абсолютно разные программы. Благотворительный проект «От сердца к сердцу», автор которого Инна Щедрова вышла в финал «ТЭФИ-регион», что не может не радовать. Это высшая награда в сфере журналистики. И сам выход в финал – это уже большая победа. Это проекты «Автомир». Как же город Владивосток без проекта об автомобилях? Безусловно, он очень нужен городу. Я думаю, что Дмитрий Семенюк это делает очень ярко, интересно. И у нас всегда есть свой зритель. Это очень здорово. Программа «В гости» с Александрой Вершининой. Кстати, она идет тоже с момента основания телеканала. Безумно интересный проект. Саша делает потрясающее интервью с интересными гостями города Владивостока. Мы всегда стараемся не обходить какие-то острые темы и по возможности максимально достоверно показывать зрителю то, что происходит в каких-то, может быть, спорных ситуациях. И так далее, и так далее. Можно рассказывать бесконечно. В общем, мне бы очень хотелось, чтобы «Восьмой канал» продолжал жить, продолжал развиваться. И, конечно, в первую очередь мы бы хотели радовать наших телезрителей. За пять лет каналу удалось найти свой неповторимый творческий стиль, отличающийся динамизмом и насыщенностью. Яркая палитра разнообразных содержательных программ, мастерство ведущих, их умение общаться с аудиторией позволили завоевать любовь зрителя, стать признанным лидером телеэфира. О предстоящих выборах не знают только пещерные люди. А вот голосовать пойдут далеко не все. Причины у Молчанов разные, и вдаваться в подробности мы не будем. Однако для тех, кто сомневается, идти или не идти 18 марта в избирательный участок, есть весомые аргументы в пользу идти. Их приводит в своей программе приморский адвокат и ее ведущий Игорь Поляков. Наступает день выборов. Основная масса граждан, как положено, не приходит. Соответственно, в журнале регистрации вписываются те, кто реально никогда не приходил и не придет в этот раз. Из-за них забрасываются в избирательную урну отмеченные бюллетени, о которых я сказал ранее. Вечером урна официально распечатывается, открывается. В ней всегда можно увидеть, как наверху возвышается гора десятков сброшенных в последний раз бюллетеней, якобы явившихся избирателей. Все это подсчитывается и побеждает конкретный кандидат. Баскетбол – это регулярный сброс пачки заранее заполненных бюллетеней. То есть именно вы своей неявкой все равно выбираете кандидата. Кроме того, особенно сознательные и азартные горожане смогут получить хорошие призы. Холдинг «Бизнес Кейс» объявляет о старте конкурса «За Владивосток». Я плыхаю воздух морской, я так люблю родной Владивосток. И чай-то летит там под небом, я взгляд мой никогда не был. И я готова кричать всему свету, лучше этого города в мире нет. И сердце так согревает, скажу мне, это я, Владивосток, я люблю тебя. Победители будут определять с помощью лайков. У кого их больше, тот и выиграет гаджеты яблочного бренда. Кто не войдет в список счастливчиков, получит поощрительные призы, билеты и пригласительные на культурные мероприятия. На этом у меня все. О других проектах, акциях и конкурсах я расскажу в следующем выпуске нашей программы. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!